Рубрика Израиль в вопросах и ответах. Передача «Всё об Израиле». Сегодняшняя наша тема «Что такое Танах?» И пасторы Яна и Дмитрий Леднёвы в церкви Скиния Давида для всех народов раскроют нам эту тему. Яна, Дмитрий, шалом. Дмитрий, еврейское слово «Танах», вот как оно переводится, что означает? И очень часто мы путаем два слова «Тора» и «Танах». Вот чем отличается «Танах» от «Тора»? Ну, во-первых, «Тора» — это часть «Танаха». И давайте посмотрим, что такое «Танах». Это аббревиатура трёх слов «Тора», «Навим» и «Ктувим». «Тора» — это первое, это пятикнижья Моисея. «Навим» — это прямой перевод, это пророки. «Ктувим» — это остальные писания. Получается, на иврите нет огласовок «Тора» — «Навим» и «Ктувим». «Те» — «Нэк» — «Танаха». «Тора» — «Навим» и «Ктувим». Это то, что называется «Танаха». Давайте начнём с «Торы», потому что это и первая буква в «Танахе», и также первые пять книг, которые мы называем «Пятикнижья Моисея». Первая книга — это книга «Бытие», которая говорит нам о сотворении мира, о избрании Авраама и о еврейском народе в качестве семьи. Мы там видим последовательность этой книги. В большей степени она говорит нам о семье Авраама. Вторая книга — это книга «Исход». Она показывает нам исход из Египта, дарование Торы на горе Синай и образование израильского общества как народ. Третья книга — книга «Левит». Это уже книга, которая сводит в себя, берёт в себя, показывает нам все законы и постановления для священников, которые должны были служить в Скинии. Книга «Чисел» — это четвёртая книга, повествует нам о жизни евреев в пустыне. И второзаконие — это предсмертная книга Моисея, где Моисей упоминает все остальные книги, то есть всё, что написано в остальных книгах. Это то, что мы называем Торой. Теперь давайте мы перейдём к пророкам. Это Невиим, это вторая буква. И в книгу Невиим входят ранние пророки и поздние пророки. Ранним пророкам относятся книга Иисуса Навина, книга Судей и Самуил. Это те пророки, которые ещё были до царей, до начала, когда Бог поставил царей над Израилем. И мы видим, есть у нас также и поздние пророки. Это пророки те, которые уже были во времена царей, во времена изгнания народа и во времена возвращения народа. И в ней есть также три больших пророка, мы знаем Исаия, Еремия и Иезекииль. И также 12 малых пророков, в общей сложности 15 пророков в книге. И мы перейдём к третьей букве, к Тувим, что означает дословно «писание». Это все остальные писания, которые не зашли в Тору и в Невиим. В этих писаниях есть поэзия, есть книги мудрости и также исторические книги. Какие, например, книги в Китувим? Книги поэзии «Псалмы», «Песни песней» Соломона, также книги мудрости, это «Притчи», книга Иова. И остальные книги, исторические книги, как «Руфь», «Плачереми», «Экклесиасты», «Исфирь» — такие книги. Дмитрий, мы говорим сейчас о Танахе, о еврейской книге, но Вы перечислили все книги нашего, то, что мы называем, Ветхого Завета. Чем тогда отличается Ветхий Завет от Танаха? Есть различия между ними? В принципе, нет никакого различия, потому что это одна и та же книга, одни и те же книги внутри. Единственная разница — это в количестве книг. В Танахе 24 книги, в синодальном переводе 39 книг. Но это никак не меняет сущности, потому что это разница всего лишь в исчислении книг. Например, 12 малых пророков, которые мы видим в синодальном переводе, в синодальном Библии, в Библии, которой мы пользуемся, они как отдельные книги, в Танахе они как одна книга. Это один пример, почему есть разница в исчислении самих книг в Танахе. Хорошо. Дмитрий, здесь в Израиле мы видим, что есть такое понятие, как еще и устная Тора. Есть письменная Тора и устная Тора. Они дополняют друг друга, они отличаются. Что такое устная Тора? Устная Тора — это Тора Шаби Альбе. Но устная Тора, еврейский народ принимает ее точно так же, как и за письменную Тору. Якобы Моисей получил на горе Синай две Торы — письменную Тору и устную Тору. Разве это не так? Но нам Писание говорит, что это не так, что устная Тора, в принципе, как таковой не существует. Устная Тора включает в себя Тальмуд и Мишну, учения и повторения, с многочисленными комментариями. Была записана примерно во II веке, уже после Рождества Христа, раввином Юда Анаси. И его причина, почему он хотел записать, и боялся, чтобы эта Тора не была утеряна. Теперь давайте мы посмотрим, если Писание действительно нам говорит об устной Торе и как она относится к письменной Торе. То есть я просто еще хочу сказать, что иудеи на сегодняшний день, особенно иудеи религиозные, они ставят устную Тору так же твердо, как и основание письменной Торы. На одном уровне. Давайте посмотрим, что само Писание нам говорит о том, как Моисей получил Тору и как он записал все, что он получил. Это исход 24 глава с 1 по 4 стих. И Моисеев сказал он, взойди Господу, ты и Аарон, надав и аюд, и семьдесят и старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один, пусть приблизится Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни. На основе того, что написал все, мы делаем заключение, что есть письменная записанная Тора. То есть нету устной Торы, он абсолютно все, что получил от Господа, записал. То есть мы видим это вообще в характере Бога, когда он обращается к своему народу через пророков, он говорит, запиши все, что я тебе говорю. Бог знает нашу человеческую натуру, греховную падшую натуру. Где-то поменять, где-то добавить, где-то убавить. Да, во-первых, использовать информацию в своих целях, и для этого ее нужно немножко поменять. А во-вторых, мы просто не можем все запомнить. То есть элементарно мы идем в магазин без списка, и мы не помним, что там у нас в холодильнике не хватает. Тем более доверить такому поврежденному уму через грех Слово Божье, которое должно быть непорочно и истинно, не записав его, Бог просто не может этого сделать. Но кто-то говорил, что тупол карандаш лучше острой памяти. Это точно. И, кстати, вот к этому очень яркий пример, это времена царя Осии, когда был храм разрушен, после того, как израильский народ пришел с пленения. И они решили восстанавливать храм. И очень яркий пример тому, что действительно человеческий разум поврежден, и он не запоминает всего, что мы можем запомнить на память. И если можно даже прочитать это местописание, потому что здесь очень ярко выражается эта идея. Где это написано? Это можно прочитать 4 царств, 22 глава, с 8 стиха. И сказал Хилькия первосвященник Шафану Песцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилькия книгу Шафану, и он почитал ее. И донес Шафан Песец царю, говоря, книгу дал мне Хилкия священник, и читал ее Шафан перед царем. И повелел царь, говоря, пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги. Потому что вели гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов в книге сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Также есть еще одно место. Это также 4 царств, 23 глава, с 21 стиха. И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господню, Богу вашему, как написано всей книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха одни судьи, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Осии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилькия, священник в Доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы Господу всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими, по всему закону Моисееву. И после него не восстал подобный ему. Даже несмотря на то, что евреи они пересказывали, и это переходило от отцов к детям, все равно был такой момент, когда люди потеряли даже такой праздник. Информация царялась. То есть нам очень легко потерять то, что нам не особо важно. То есть как только мы попадаем в суету, мир захватывает нас, грех, мы теряем слова закона, которые, может быть, вчера были настолько для нас важны, а сегодня вечером мы уже их не помним. И для этого нам даже сегодня, имея Духа Святого внутри себя, обязательно нужно вникать в Писание, заниматься этим день и ночь, как пишет апостол Павел Тимофеев, чтобы спасти не только себя, но и слушающих нас. Есть ли какое-то упоминание об устной торе в Новом Завете? Да, конечно. Иисус сам, обращаясь к фарисеям, говорит об этом. Давайте посмотрим, это Марка 7 глава с 5 стиха. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев? Здесь как раз говорится об устной торе. И едят хлеб неумытыми руками. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовало вас лицемерах Исаия, как написано, люди сие чтут у меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня учениями, заповедям человеческими. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь в предании человеческого, омовения кружек, чаши, делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитая отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет, а вы говорите, кто скажет отцу или матери, корбан, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Тому вы уже поступаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. То есть Иисус называетесь устную туру преданием человеческим? Конечно. Значит, мы должны понимать, что устная тура, как Дима уже говорил, это предание, старцев, как говорит Иисус, комментарии старцев, раввинов по отношению Писания, да? То есть их личное мнение, заповедь на заповедь, правило на правило, чтобы не нарушить одну заповедь, мы придумаем вокруг нее еще очень много, чтобы никак не коснуться и не согрешить пред Богом. Теперь, не все в устной туре хорошо и не все в ней плохо. Но мы должны всегда быть очень осторожными к тому, чтобы Слово Божье было превыше всякого человеческого мнения и толкования. То есть Слово Божье достаточно для того, чтобы правильно ходить пред Богом. И нужно быть очень осторожным, комментировать и толковать Писание. Просто нужно иметь страх Божий. И не ссылаться на чужие комментарии в оправдании своего греха. Если Бог говорит, это грех, даже если другой очень знаменитый человек, имея веру в Бога, имея определенную позицию, даже в церкви или в религиозном еврейском обществе, ни в коем случае не должен отменять заповеди Божьи. Мы будем лично отвечать за наше хождение пред Богом, кого мы слушаем, что мы читаем и как мы поступаем. Возлюбите Слово Божие, пребывайте в нем день и ночь и смотрите нашу передачу на канале ТБН Россия. Слово Божие, пребывайте в нем день и ночь